И вновь на ННТ новости 24 в студии Махач Курбанов. Коротко о главных событиях сегодняшнего выпуска. В селе Карабдахкент вручили государственную награду вдове майора полиции Габила Габилова. Воплотить проект и получить признание. Ежегодный Кавказский молодежный форум «Машук» открыл двери инициативным молодым людям. Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» вручил Дагестанскому перинатальному центру лазерное оборудование для лечения детей. Дискуссии и круглые столы, встречи с политиками, экспертами, общественными деятелями. Пятигорский открыл свою работу 8-й Северокавказский молодежный форум «Машук-2017». Дагестан в главном событии округа представляет 360 юношей и девушек от 18 до 30 лет. В официальной церемонии открытия принял участие премьер-министр республики Абдусам Адгамидов. Поздравил талантливую молодежь с главным событием лета и полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФО Олег Беловенцев. В своем выступлении он передал приветственные слова Владимира Путина. Убежден, что вы с пользой проведете эти дни, откроете новые возможности для духовного профессионального роста, обретете друзей, единомышленников и, конечно, хорошо отдохнете. Желаю успехов, всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Участники масштабного культурно-образовательного события будут презентовать и защищать свои проекты до 19 августа. 8 августа в работе форума обозначено как День Дагестана. В его рамках республика представит три проекта. Напомним, по итогам конкурса прошлого года грантовую поддержку более 18 миллионов рублей получил 31 проект, представленный дагестанцами. В этом году на лучшие инициативы выделено 125 грантов. В районе администрации села Карабдахкен 4 августа состоялось вручение государственной награды майору полиции, оперу полномоченному Центра по противодействию и экстремизму МВД Дагестана Габилу Габилову, погибшему при выполнении служебного долга. Награду получала вдова сотрудника полиции. Министр внутренних дел по республике Дагестан Абдурашид Магомедов выразил признательность семье Габилова. Вручая орден мужества семье полицейского, министр заверил, что сотрудники его ведомства будут всегда рядом и делать все от них зависящее, чтобы хоть как-то помочь перенести боль утраты близкого человека. Затем Магомедов выступил с речью к собравшимся почтить память офицера полиции. Ежегодно во всем мире в первую неделю августа более чем в 170 странах мира проходит международная акция «Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания». В связи с этим фонд «Право на чудо» торжественно вручил дагестанскому перинатальному центру лазерный коагулятор для лечения ретинопатии недоношенных детей. О том, как это было, в сюжете Хадижи Курбановой. В таком аппарате дагестанский перинатальный центр нуждался уже давно. В течение длительного времени недоношенных младенцев вывозили за 2000 километров в Москву или Санкт-Петербург, чтобы спасти их от ретинопатии, то есть прогрессирующего снижения зрения. У недоношенных младенцев это заболевание встречается довольно часто. Только в нашей республике на учете с этим диагнозом более 100 новорожденных детей. Недоношенным детям с первых дней жизни борются за их жизнь, дыхание, сердцебиение, центральная нервная система, дыхательный аппарат, а зрение как-то забывает. Уже потом, когда ребенок в состоянии стабилизируется, приходит на прием окулиста, а уже поздно. Все, ребенок слепой, причем безвозвратный, и чем ему не помочь. Эта помощь, которая этим фондом оказана, она просто бесценна. Благотворительный фонд «Право на чудо» помогает детям, родившимся раньше срока, реализовывать их право на полноценный образ жизни. Благотворительные пожертвования жителей всей страны расходуются в соответствии с уставными целями фонда, а именно на нужды семей, которые столкнулись с этим недугом. Благотворительный фонд «Право на чудо» отслеживает ситуацию, в частности, то, что касается литинопатии недоношенных деток. И мы знаем, что, к сожалению, во многих регионах России нет специального оборудования, с помощью которого можно было бы делать лазерные коагуляции, то есть операции, чтобы спасти этих детишек после поты. И так родилась идея проекта «Экстренная помощь», в рамках которого мы собираем средства пожертвований для того, чтобы приобрести такие лазерные коагуляторы. В завершение мероприятия руководство центра поблагодарило фонд за предоставленный подарок. Хадижа Курбанова, Гелач Курбан-Алиев, телеканал ННТ, Махачкала. С коротким обзором новостей республики ознакомит Ларьяна Шамхалаева. Дагестанец, куривший во время полета, оштрафован. Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных вод из-за дерзкой выходки пассажира. Нарушитель, 42-летний уроженец села Улуби-Аул Карабутахенского района Дагестана, грубил стюардессом и курил на борту самолета. Авиакомпания уже заявила о намерении взыскать нарушителя расходы, понесенные за вынужденной посадки, а также обязать выплатить компенсации другим пассажирам рейса. Мэр Махачкалы Мусам Усаев опроверг информацию о наличии в его кортеже автомобиля с перебитым номером кузова. Напомним, 3 августа в интернете появилась информация, что автомобиль с перебитым номером обнаружен в кортеже мэра Махачкалы. По данным полиции, речь идет об автомобиле Toyota Land Cruiser 200 с номером M004MA. Пожароопасность 5 класса ожидается до 8 августа в Низменных и Приморских районах Дагестана, предупреждает МЧС. Спасатели просят население воздержаться от посещения лесов и не разжигать костров. Махачкала – четвертая в рейтинге самых популярных внутренних направлений августа у путешественников. Об этом сообщается на сервисе бронирования авиабилетов. В прошлом году это место занимал Санкт-Петербург. К слову, сегодня город находится только на седьмом месте. Верхушка рейтинга осталась прежней. Чаще всего авиабилеты из Москвы бронировали на Симферополь, Сочи и Минводы. На пятом месте – Краснодар. В селе Гагатли Ботлихского района состоялся республиканский маджилист, посвященный 220-летию со дня рождения имама Шамиля, августовским событиям 1999 года в Дагестане, а также укреплению дружбы народов Северного Кавказа. В мероприятии приняли участие глава Ботлихского района Магомед Подхолаев, заместитель МУФСИЯ Республики Дагестан Ахмат Кахаев, и ректор Дагестанского исламского университета Мухаммад Абдулаев. События конца 90-х в республике навсегда останутся в истории нашего государства как пример героизма и любви к своей родине. Тогда дагестанцы доказали, что не намерены продавать свои истинные духовные ценности и не прогнуться под вражеским натиском врага, навязывающего ложную идеологию. Эти события невозможно забыть и даже спустя 18 лет в нашей республике отдают дань уважения тем, кто в тот год давал отпор врагам. На земле Ботлиха был приостановлен враг мужеством дагестанцев, чеченцев, ингушей, русских солдат. Был остановлено все это братоубийственное, никому не нужное, кому-то очень нужное, но народу не нужное такое нападение. Каждый, кто живет, наверное, на этой святой земле, в этом районе, на этой английском земле, внутри он является героем. В своем обращении заместитель Муфтия Дагестана Ахмат Кахаев отметил, что только братские отношения между верующими нашей страны смогут уберечь дальнейшим от того, что произошло в августе 99-го года, что только сплоченными, связанными братскими узами наши народы будут крепки и никому не будет по силу их разъединить. Имам Газали, рахмахуллах, в своей книге Ихия Улюмуддине говорит о том, что когда наступит судный день, когда люди, обитатели рая, войдут в рай, тогда они увидят издалека в раю особое место. И тогда эти обитатели рая, они будут удивлены, они будут сильным желанием оказаться в раю и будут спрашивать, а для кого же Аллаху Субхану Ва Тааля создал особое место в раю. Тогда имам Аль-Газали говорит, что эти обитатели рая получат ответ такой, что Всевышний Аллах в раю готовил особое место из Умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, лишь для тех людей, которые сохраняли братство и единство. Также в мероприятии приняли участие представители делегаций из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Осетии, именитые спортсмены и участники народного ополчения 99-го года. В своих обращениях все выступающие говорили об исторически сложившихся в тесных и братских взаимоотношениях народов Кавказа, наследии предков и братстве Кавказских республик. Участникам мажлица были вручены памятные подарки. Хотим такие же подарки вручить и представителям муфтиата. Первый подарок Абдуллаеву Магомеду Хажи. Стоит отметить, что подобного рода мероприятие в селе Гагатли проходит впервые. Его посетили жители со всего Ботлихского района. Закончился мажлиц с молитвой о мире и процветании в нашей стране. Абдулла Алиев, Джал Магомедов, Ибрагим Абдулаев, телеканал ННТ, Гагатли, Ботлихский район. На этом у нас все. Далее курс валюты на завтра. Доллар 60 рублей 6 копеек, евро 70 рублей 84 копейки. Смотрите наши новости на сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова